Мы немножко повеселимся, отвлечёмся. Тут я, значит, в этом страшном соревновании между песней и юмором, юмор всегда проигрывает, потому что сейчас опять, ну, наши кумиры, сейчас другое, сейчас уже, вот я недавно летел в Пермь, пять дней назад с Машей Распутиной. Конечно, я сидел, слушал, то есть я смотрел, это зрелище. Маша — это зрелище. Я себя дёргал за штаны, я говорю, слушать надо, Миша. Что ж ты смотришь? Ты слушай давай. Но всё-таки это требовало большой внутренней борьбы. Смотреть было всё-таки легче. И вот однажды, когда мы вот так вот вместе летели в одном самолёте, иногда бывает какой-то комбинат, что-то праздное, такая богатая организация, заказывает отдельный самолётик, там набивается куча артистов, и начинается спор. Вот действительно, песня, ну, что делать, в юморе ума и таланта требуется не меньше, а быстро забывается, и всё время требуется новое, новое, новое. И говорят, Миша, ну прощи что-нибудь старое, а вдруг это ещё живёт? Итак, собрание на ликвировочном заводе. Видите, я в очках, потому что давно не читал. Для развлечения. Представщик, решите собрание актива нашего 48-го ликвировочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему «Изыскание внутренних резервов». Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опре Николаевич. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Что докладать, Василий Иванович? В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепчик Харитон Круллов опять взял на себя, как и в прошлом году. И всё это с честью несёт. Вслед за ним шофера-водители ящищно-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанной путевом листе магазин. С минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашённые нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И ещё. Мы, конечно, привыкли, но молодёжь пугает чертей, которые вводятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу, за час перед концом дня, вызвала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоём пытались изнать чертёнка из межуящного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту в винный склад, в винный магазин 45 тысяч 8 миллионов 34,6 литров крепких, креплённых и слегка разбавленных изделий. Водители Лорионов и Кудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бойтары произвести с ушётом интересов. Представщик, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха? Нет. Садится в трибуне. Представщик, теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха, он в зале? Начальник транспортного цеха, не, не, он на трибуне. Молодец, быстро добрались. Доложьте нам, начальник транспортного цеха. Товарищ, водители Лорионов и Кудько, используя слабые места, а также порожняк, взяли на себя Делгал, Делгал, за дополнительные обязательства и приказали долго жить. Представщик, ну вот, значит справитесь. Начальник транспортного цеха, а как же? Представщик, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? В прошлом году цех хронически отставал. Если его найдут немедленно, на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха, здесь, здесь, здесь. На трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, Теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый Год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днём, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежды. Председачий, спасибо. Начальник транспорта цеха, пожалуйста. Председачий наливает себе из графина, жаль, жаль, что нам так и не удалось послужить. Начальник транспорта цеха, начальник транспорта, ну и чёрт с ним. Председачий, но выговор мы ему запишем. Начальник транспорта, а как же. Председачий, от молодёжи завода, ученик кладовщика, младший шузерщик на наливе с крепостью до сорока. Над трибуной слокоченная голова. Голова, мы, молодые шузерщики, падает. Председачий, жаль, что он ушёл. Голова подымается, мы, ваша смена. Падает, подымается, я никогда не забуду своего учителя, смесителя. Волобоева Григория Горьевича. Он уже на пенсии, в больнице, в тяжёлом состоянии. Но его заветы, указания по управлению штуцером высокого напора. Он завещал нам, молодым, падает. И мы, молодые, появляется. Мы, молодёжь, падает, председачий. Ну, молодёжь, не усидит, так и мелькает. Вот кровь играет, а! Товарищи, что-то тихо стало в зале. Есть предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдёт та бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце встретил в разливочном. Домой не пишут. Некоторые одичали, бродят по территории, прячутся от людей, в плащ-палатках, в костры жгут. Кто видел юрист-консульта? Мы его взяли два месяца назад. На поворотной говорят, не выходил. Надо найти, у нас вопросы накопились. Теперь такси в прошлом году вызывали. Мощера уже сержавела. Где он сам? Жена ходит, умоляет, каждое утро стоит у проходной. И самый острый вопрос. Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия в политехническом вузе? Это же волновное дело. Мы должны вернуть их в часть. Всего доброго. Спасибо за внимание.